Пользуясь случаем, хочу передать привет Максимке из Тель-Авива, Али из соседней квартиры и вот этой тетечке из Яндекса, которая, уезжая, родила мем, что она не может жить в стране, которая воюет со своими соседями, тем самым в очередной раз еще чуть-чуть полив, по-моему, нашу с вами родину. Вот теперь они все живут в стране, которая не воюет со своими соседями. Андрей Макаревич пожелал удачи нашим бойцам, я цитирую, нашим бойцам. И мы с вами могли бы подумать, что речь о наших бойцах, которые сейчас отбивают у киевского режима наши регионы, защищают наших людей. Но нет, речь идет о бойцах израильских. Я специально не хочу вдаваться в подробности этого конфликта, я в нем мало что понимаю. Меня, как любого нормального человека, ужасают картинки зверств, которые мы видим. Я, как любой нормальный человек, сочувствую этой несчастной женщине. Женщине из Германии, которая по татуировкам опознала свою дочь, изуродованную с вывернутыми ногами. Дочь приехала на фестиваль. Вот эта женщина в чудовищном состоянии теперь просто пытается понять, что случилось с ее дочерью, а дочь ее погибла. Сегодня утром моя дочь Шани Николь Лук, гражданка Германии, была вместе с туристической группой захвачена на юге Израиля палестинской группировкой Хамас. Нам прислали видео, на котором я ясно увидела свою дочь без сознания в машине с гостинцами, которые направляются в сторону сектора газа. Я прошу о любой помощи, прошу передавать нам любые новости. С другой стороны, люди, которые годами гибли под израильскими бомбами, которые так и не получили свое государство, нам сложно судить о том, что у них в голове. Поэтому я это все оставлю на суд истории, а вот не на суд истории, а на суд наш с вами я предлагаю вот эту как раз позицию про наших бойцов. Вы же понимаете, в чем тут дело? Тут дело не в том, что этих людей так ужаснуло СВО, что они такие пацифисты, и они уехали из России в знак протеста против этого всего. Тут дело в самоидентификации. Они, получается, никогда не чувствовали себя нашими. Для них наше, их, это там, а это наши проблемы, с которыми они не хотят возиться. И здесь, наверное, кто-то мне возразит, ну подождите, тем утром это же Палестина напала на Израиль, это же она угнала мирных людей, убила мирных людей. Секундочку, а кто напал на русский в Донбасс? Он сам на себя, что ли, напал? Или мы так быстро забыли слова Порошенко о том, как он будет бомбить русских детей и Донбасса. Так я напомню. Наши дети пойдут в школы и детские сады, и их дети будут сидеть по подвалам, потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну. Это вы так не замечали годами, как разбомбили детский пляж в Зугрессе. Какая-то такая была агрессия со стороны России. Россия там в тот момент вообще и рядом не стояла, ограничила, но не вмешивалась, к сожалению. Горловскую Мадонну. Вы забыли? Вот эту со своей маленькой девочкой на руках. Девочка погибла сразу, они погулять вышли с мамой, а маме оторвало ногу, и она еще умирала, истекая кровью, держа на руках свою маленькую погибшую девочку. Это вас не касалось, это не ваши, да? Но это наше зато. Поэтому теперь вот так. Расскажу, как было на Валдае. Здесь, в Сочи, вы могли заметить, что я меняю локацию, и фон у меня другой. Я, к сожалению, вынуждена теперь не жить у себя дома по понятным, очевидно, причинам. На Валдайе было очень круто, на Валдайском форуме, и Путин был просто в потрясающей форме. Прямо на удивление, давно вот он так не шутил, не... Ну, видимо, поводов особо не было. Не произносил свои вот эти вот фразочки, словечки, которые нам всем так знакомы, и за которые люди, которые любят нашего президента, ему благодарны, запоминают, а мы их даже на маечках печатаем. Отпечатал он и мужа моего, когда я спросила про Одессу. Не могла не спросить? Я журналист, я понимаю, что ответить он мне про планы не может, как верховный главнокомандующий. Ну, спросить-то я обязана, это моя профессия. И вот, что он ответил. Вы знаете, мы... Дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми. Ну, это такой сложный вопрос, требующий разговора вот с вашим мужем я боюсь разговаривать. Он такой, значит, если не экстремист, то человек крайних убеждений. Но с вами мы подискутируем потом. В общем, в итоге, пока я прячусь от хохлов, Тигран прячется от меня, судя по всему. Еще интересно было, когда Путин говорил о том, что спикер канадского парламента, который умудрился не понять люди, которые воевали с русскими. Это что за люди? Разве не очевидно, что они воевали на стороне фашистов? Вот как это было. Покажите, пожалуйста. У нас сегодня в зале есть украинский канадец, ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины от России. И сегодня, в свои 98 лет, продолжает поддерживать истину. Он украинский и канадский герой, и мы благодарим его за службу. И вот Путин, когда о нем говорил, он так удивлялся. Ну как же он не понял? Он же услышал это своими ушами, что человек во время Второй мировой воевал против русских. Ну значит же он воевал с фашистами? Вот что Путин про это сказал. Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера, а не на стороне его собственной родины, Канады, или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск. Допустим, он этого не знает. Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Мы относимся к Канаде, несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям. Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так. Ну вот с такими людьми нам приходится иметь дело. Он, может быть, и идиот, и негодяй. Потому что, я вас уверяю, очень многие люди в этом мире не знают, кто воевал с фашистами, кто воевал на чьей стороне. Их образование утекло уже в такие канализации, что меня это совершенно не удивляет. Вообще он искренне мог не понимать, о чем речь. Что не делает его меньшим негодяем и не делает меньшими идиотами тех, кто за него голосовал. Человека с таким уровнем представления о мире, который возглавляет парламент огромной страны, сильной западной страны. Мою любимую тему затронул президент о том, куда катится этот мир. И я бы сказала, эта часть человечества обречена, не сите другую. О консервативных ценностях, которые мы, слава богу, все еще продолжаем разделять. И многие люди в Европе и на Западе их тоже разделяют, но им сказать об этом не дают. Я как раз об этом сейчас спешу, большую очень книгу. Если вы позволите, я поделюсь с вами тем, как мне кажется, к чему это все приведет. Как это все будет через 10 лет, через 20. Просто прочитаю, мне интересно. Согласитесь ли вы или нет, интересно вам это или нет. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, я буду очень благодарна. Это книга об апокалипсисе, о том, к чему мы все идем. И мне кажется, из тех тенденций, которые мы наблюдаем прямо сейчас, прямо сегодня, более или менее очевидно, примерно очевидно. Как любая фантастика, в ней есть доля допущения и доля, даже, наверное, юмора. Но, в принципе, примерно туда мы идем. Вот послушайте, напишите мне, что вы думаете. На излете предпоследних времен мода менять пол и сжила себя. Точнее, это явление стало таким обыденным, таким массовым, что уже хотя бы поэтому вышло из моды. Мода не терпит длительной массовости. Смена пола стала простым атрибутом эпохи, как смена прически или ношение женщинами брюк, шокировавшее народы в середине предпоследнего века и никем не замечаемое к его концу. Зато в моду вошло членовредительство иного рода. Люди стали менять не пол, а вообще все, вплоть до принадлежности к роду человеческому. На излете предпоследних времен никто не желал уже превращаться банально из мальчика в девочку. Предпоследние вы желали превращаться из человека во что ни попадя. В собаку, кошку, золотую рыбку, владычицу морскую или даже корыто. Они не только были уверены, что родились собакой или корытом, просто в неправильном теле, в ошибочной оболочке, которую необходимо срочно исправить, чтобы они перестали страдать. Они умудрились убедить в этом подавляющее большинство окружающих. Таких людей официально именовали трансоболочками, и сомневаться в их выборе было запрещено демократией. Кое-кому поначалу это казалось совсем уже небывалой дичью за гранью добра и зла. Но подобным немногочисленным маркобесам снисходительно поясняли, если мальчик, решивший, что он чувствует себя девочкой, имеет право стать девочкой, то почему человек, чувствующий себя дикобразом, не имеет права стать дикобразом? В чем разница-то? И действительно, разницы не было. На излете предпоследних времен, если ребенок дважды сказал, что он зайчик, родители были обязаны оплатить ему соответствующие хирургические операции, а если они их не проводили, то ребенка отдавали более прогрессивным родителям. Все это, разумеется, когда в мире еще были дети. В расплодившихся клиниках предпоследние люди отрезали себе все подряд и пришивали, что попало, вплоть до шланга от пылесоса. Обладатель такого шланга мог присосать к себе, кого хочет, и это быстро стало новой модной формой ухаживания. Для любого другого ухаживания давно уже требовалась заверенная нотариусом справка о добровольном согласии и куча еще разрешений от разных инстанций. А тем, кто заменил член пылесосом, позволено было запросто присосать к себе любое понравившееся существо без спроса, потому что это другое. Напишите мне, что вы думаете, мне интересно. Это просто отрывок, понятно, что это не начало и не конец, а просто отрывок, просто, что называется, к слову пришлось. Ну и очередной вопрос из тех вопросов, которые я публикую в своем телеграм-канале «Маргарита Тимоньян. Литература и история». И первому, кто правильно отвечает, я отправляю свою новую книгу «Водоворот», вот эту книгу с автографом. Вопрос на сей раз такой. Эта знаменитая фраза изначально была посвящена Жуковским, жене Николая Первого, а вовсе не Пушкиным, а не Керн. Вы все знаете эту фразу, это словосочетание, я бы даже сказала. Какое? На базе Центральной библиотеки номер 197 имени Анны Ахматовой открыта библиотека совершенно нового формата «Смарт». В технологичном пространстве площадью 2500 квадратных метров созданы все условия для непрерывного образования и развития навыков 21 века.